Друзья, привет! Неугомонные Просины продолжают дальше свое путешествие по Нижнему Новогороду. Сегодня мы вам принесли в Клёвике обзор по всей линейке Мальмы. В принципе, вы можете ее посмотреть по частям. Отдельно есть обзор по кровати с подъемным механизмом. Отдельно есть обзор по комодам. Но, мы так подумали, у вас очень хорошо заходит по просмотрам серия ограниченная. Да, Дмитрий Юрьевич? Дмитрий Юрьевич у нас это, не хочет микрофон подсыпать. Отмазался. Теперь снимает на новую камеру, говорит только я. В общем, сегодня мы будем смотреть полностью весь Мальм. Ребят, значит, Мальм у нас это и комоды, и прикроватные тумбы, это туалетный стол, по крайней мере, был, посмотрим, остался или нет. Кровать с подъемным механизмом, обычная кровать, комоды различных модификаций, письменный стол, плюс стеклянные столешницы. Дим, хочу сначала вот тут штучку одну показать. Вообще, Мальма, это ДСП, друзья мои. Не всегда. Почему? Стол состоит из сотового наполнения. Ну, белый, нет, по цветам делится. Весь Мальм делится по цветам. Да, то есть если чёрный, да? Я и тебе веду, вот этот и сотовый, как столик в лак. Дим, ну вот, вот кусок. Там такой же точно ДСП. Если он был бы такой толщины, ты его бы хрен под делом. Да? Что-то я сейчас в сомнениях, ну ладно. В общем, если на сайте есть в разделе картон. Шпон, картон и сотов. А я сейчас иди, кем-то посмотрю. Аналог, это. Где же посмотреть-то? Где посмотреть-то? Стол состоит, кровать. Основной, блядь. Сотовидный бумажный наполнитель. В один раз. Стол, маленький, и кровать. Понятно. Я вообще цвета хотела показать покрытие. В общем, чёрно-коричневый, белёный дуб, ясень и белый. Четыре цвета у всей линейки. Так, перед нами кровать с подъёмным механизмом. Сам каркас кровати, а нет, это без подъёмного механизма. Кстати, кровати тоже делятся на два вида. С подъёмным механизмом и без подъёмного механизма. Вообще, маленький довольно-таки, ну, большая, да, массивная кровать с острыми углами, учитывая этот момент. И плюс, не все любят вот эту часть. Но, здесь можно, в принципе, решить. Вот тут кровать сейчас на метр шестьдесят. Здесь по пять сантиметров. То есть, вы можете постелить матрас на метр восемьдесят, но он тогда в углубление у вас не будет заходить, а будет прямо вот по краю лежать. Ну, зачем для этого предназначить? Если вам не нравится выступ, покупайте другую кровать. Ну, это логично. Так, ящики. Кровати продаются отдельно. Они выкатные. В принципе, это ящик как-то хорошего комода. Влезет сюда дофига. Здесь четыре колеса. И если подходит по цвету, можно прикатить к любой кровати. Ножки. И еще такой момент. Когда определяетесь с дубовым шпоном, со светлым, никогда от него не ждите, что он у вас будет равномерный по цвету. Это всегда переходы от серого в бежевое и такое в желтого. Ну, да. Значит, да. Ящики для кровати продаются комплектом из двух штук. Решать вам, на какую сторону его ставить. Можно на одну сторону. Можно, как здесь, с каждой стороны. Чем удобно? Никак не крепится, спокойно закатывается. Так. Кровать определяется с речным дном. Ну, с речными днишками, имейте в виду, сейчас вообще туго. Немножко пришло ланцетов, лурой, которые быстро расхватали. Ланцетов нет, самых дорогих тоже нет. Но, опять же, да, все зависит от того, какой матрас вы хотите брать. Дим, это вот так оставить, да? Можно? Ладно, ладно. Вот так, давай. Давай, то я наклоняюсь, я его сошибаю. Вот, Дим, о чем я говорил, можешь показать? То есть, вот такие переходы, вот такие. Это норма. Здесь темнее, здесь светлее. Не надо докапываться до Икеи, до своих посредников с криком поменяйте. Даже оттенок разный. Даже оттенок разный. Так, значит, внутри самого каркаса кровати. Ну, может, черную разобрать будем, а то не черная. То есть, а какую черную? Там подъемный механизм, она другая. Это обычная, да. Кто там, где предлагал лошади мне-то убрать? Так, значит, здесь центральная перекладина с коровы. Без нее вы кровать не соберете. Она в стоимость кровати не входит. Продается она отдельно. Дальше здесь металлические усилители. Дима, вот это видно? Да. Их обязательно ставить. Часто задают вопрос, нафига они мне ребрят? Это ребро жесткости. Дальше смотрите, речь... Это немножко для умных, для хейтеров. Чтобы сохранить диагональ кровати. Пропорция 90 градусов. Все? Нет, я еще хочу поднять. Ну, давай, я помогу. Давай, я хочу показать, что речное дно, вот эта планка, на которой ложится речное дно, она регулируется по высоте. Можно повыше приподнять. Вот она. Раз, два. При этом, смотрите, то есть, если вы все-таки с этой кроватью, пенополиуретановый матрас не шибко сочетается. Почему? Потому что вы истук. Если вы вот так положите пенополиуретановый матрас в 10 сантиметров, вы фактически будете спать на корчете. И, кстати, вот такие дырки, это тоже, ребята, нормально. Матрасы не всегда идеально доходят. Их нужно нормально укладывать. А в последнее время вообще ширина, длина гуляет у матрас? А есть такая? Уже не точно. Ну? 1,60 на 2. Ребят, в последнее время. Ценник. Икея удерживает? Более-менее удерживает. Качество, извините, страдает. Без комментариев, да. Дальше. Комод. Он же тумба прикроватная. Он же Гога, он же Гоша. На два ящика. В принципе, очень удобно. Их часто и берут, как именно прикроватные тумбы. Усиления нет. Это, соответственно, гири, кирпичи. Книги сюда не кладем. Кто перед сном гири читает? Не знаю. А дальше, смотрите. К комодикам можно купить столешницы. Если вы хотите более эстетично, хотите, чтобы дольше сохранилось, они есть белые и есть прозрачные. А что за краешек вот там? Это к столешницам прилагается. Да. Чтобы не гуляла. Она же не на буферы крепится? Нет, она не на буферы. Эти металлические штучки крепятся. По крайней мере, они раньше были, шли в комплект. Они у всех столешниц, они крепятся, цепляются. Так, идем дальше тягать. Кровать малим с подъемным механизмом. Это самая дорогая кровать в Икеа. Центральное перекладивание на речное дно сразу входит в комплект. 180 стоит 39 тысяч. 160 стоит 37 тысяч. Иногда бывают скидки. Значит, смотрите. Для односпальных кроватей Икеа сделала чехольчики на каркас. А его здесь нет. На чехольчик нет отдельной этикеточки. Вот она. 2000 вот она в комплектах. Малень, чехол, изголовье, шифтебу, бежевый. Здесь даже непонятно, какой из них. Да, ребят, здесь мы вам не подскажем, потому что это не расписано и неудобно. Раз, два, три. Что, два? В общем, ребят, нет. Но единственное, что, если кровать где-то в центре комнаты, ну, не высота стены стоит, чехол только на одну сторону. То есть разделить пространство не получится. Для чего? Ну, чтобы просто более мягче сделать изголовье. Вот как выглядят два ящика у Мальмо рядом. То есть они занимают полностью все пространство. При этом независимо от того, какой ширины у вас кровать, длина у нее одинаковая, они все двухметровые, глубина тоже, ну, соответственно, да, глубина будет больше, но место занимать они будут одинаковые. То есть все то же самое на колесиках. Вот здесь лежит одно большущее одеяло. Сейчас меня опять... Это мне изголовье немножко смущает. Чем? Ну, считайте. Или измотали бедную. Его так закрепили, да. Или измотали. Так, пойдем в комоды и к столам. Так, ну что, побежали по комодам. Вспоминаем обзор с комодами. Значит, комоды у нас на 6 ящиков, три по три. Это самый длинный, метр шестьдесят. Один из самых популярных комодов в Мальм. Идет смена артикульных номеров и идет подорожание. То есть сейчас они стали стоять 8999. Когда была смена артикульного номера, они доходили аж до пяти... В общем, до шести тысяч. Серия шкуб, набор за 399 рублей, полностью занимает ящик комода. Стеклянную столешницу, если выбираем, то точно так же крепеж, как у маленькой. То есть без этого вы не обойдетесь, не закрепите. Так же для комодов Мальм. Да, в принципе, для всех комодов Икея теперь делает вот такое устройство планового закрывания. Мы детально подробно рассказывали, когда снимали обзор по всем комодам. Поэтому можете, если детально-детально хотите, можете посмотреть там. Так, дальше. Металлическая планка сейчас у всех мальмовских комодов, кроме малышей. Ящик на обычных. Рельсах. Такой комод в четырех цветах. Белый, черно-коричневый, подбеленный дуб. То, что мы сейчас с вами смотрим. И ясень. Так. Белый вот, кстати. Очень хорошо смотрится так со столешницей. Белого в наличии нет. Ждем прихода. Точных сроков пока нет. В столешнице есть еще и черные. Но черные, это с черно-коричневым комодом очень хорошо смотрится. Пока пропал из ассортимента комод малюмом на шесть ящиков, узкий с зеркалом, будет позже. Дальше, смотрите. Комоды есть на три ящика. Цены, причем, одинаковые, независимо от цвета. Они все тоже с таким же усилением. Держи-то. Они все с таким усилением. Белый. Если не хотите замороться с переходом цветовым и так далее, берите белый. Хотите, чтобы это выглядело более объемно, более интересно, тогда, значит, берете цветной. Это у нас беленый дуб на три ящика. Это черно-коричневый на шесть ящиков. То же самое, что мы сейчас смотрели внизу под беленый дуб. Дальше едем на четыре ящика. По семь тысяч они сейчас стали. Мальма весь подорожала. Подорожала весь на тысячу рублей. Ребят, здесь все то же самое, что на три ящика, только дополнительно еще один ящик по размеру. Они все усиленные. Один из, наверное, самых красивых цветов у Мальма это ясень. Он самый благородный по оттенку. Мальма, смотрите, как таковых ножек нет. То есть идет просто боковой укор и все. Это потому что, если вы хотите более изящный, комод, то это уже не к Мальму. Так, теперь комод на шесть ящиков. Ясеня нет, белого нет. Пришел черно-коричневый и пришел подбеленный дуб. Здесь два узких ящика. Они неусиленные, то есть как у маленьких комодиков, умейте это в виду. И здесь у нас полноценные точно такие же ящики, как и везде. Они по ширине, по глубине, ребят, все одинаковые. То есть их можно вот городить, как вы хотите. Так, это касаемо комодов. Пойдем сейчас искать письменный стол. Вот я так хочу. При этом смотрите. А, кстати, молодцы и красиво сделали. Я такого еще не видел. Скажи, классно. Это целый дом. Ну, тут перфекционист поселился по-любому, потому что двери-то нету. Ну да. Все идеально. Так, значит, смотрите. Вот здесь у нас как раз о чем я говорила. Кровать Мальм. Комод Мальм маленький. Рядом большой комод на четыре ящика. И все это плавно, ребят, перетекает в гардеробную. В гардеробную ПАКС точно такого же цвета под беленый дуг. То есть они одинаковые. Поэтому, если вы сочетаете открытые гардеробные, открытые системы хранения, либо кровать, просто, да, детали Мальма с ПАКСом сочетаются идеально. По цветовой гамме и по материалу они совпадают. Это два вида письменных столов и это тумбочка Мальмы. Начнем с белого обычного стола с выдвижным. Господи! С уже готовой в комплектацию тумбос выдвижными ящиками. Значит, размер 140 на 65. Стандартная высота, ничего нигде не регулируется. Большой хороший письменный стол. Вот такой выдвижной ящик. Упора нет. То здесь вы столько и не нагрузите. И вот такая дверка с полочкой. При желании... Нет, системник не влезет, да, Дим? Влезет? Ну, полочку убрав. Влезет. Все, отлично. Юрьевич сказал, влезет. Так, здесь у нас короб под провода стройный. Очень люблю, что провода будут лежать на месте, не болтаться под ногами. Ну, бумага, ну что ты хочешь? Тот же лимон, только потверже, побольше. Вот и все. Так. Просто не испытывайте иллюзии, когда покупать эксплуат. Да нормально он эксплуатируется, не пугай людей. И точно такой же маленький есть с выдвижной панелью. Пойдем на коричневый покажем. Вот это мне нравится очень. Выдвижная панель. А? Ой, Дим, это, наверное, если уроки дополнить, ребенком мучить, лепить, что-то такое. Позанимались, задвинули. Но хотя места рабочего, он скрывает очень много. А, ну здесь еще тумбочку воткнули. То есть здесь получается рабочая поверхность 151,65 плюс выдвигулина. Выдвигулина, кстати, никогда никто не мерил. Сантиметрушки нет рядом? Нету. А там я померила. Мы будем не мы, если мы не залезем везде, где можно залезть, да? Так, значит, максимальное выдвижение. 70 сантиметров. То есть еще один столб. Вот он, Микки, да? 70 на 40, почти маленький Микки. Ну, чуть пониже, чем. Без учета колеса 64. Что там внутри прячется? Вот он, механизм сам. Ну, здесь, соответственно, уже никаких шкафчиков, ящиков нет, поэтому докупать надо отдельно. Ну, вот сюда предприимчивые дизайнеры поставили комодик за 2000. Так, и пойдем еще тумбу, Мальм, покажем. Вызвертаю назад. Пумба на колесах. Колесов у нас аж 5, чтобы хорошо каталось. 6000 стоит. 42 до 59. Здесь у нас выдвижной ящик, который кто-то дроберый зафиксировал. И еще один выдвижной ящик, который тоже кто-то зафиксировал. Блин, без нам ящик, знаете. В общем, вот такой еще тумбарь. В принципе, по-малему, все. Нареканий особых... Да нет особо у меня к нему претензий. А, подожди, вот с ним. Вот он. Вот она, выдвигушка. И вот еще выдвигушка. Здоровый ящик. Кстати, удобно, да? Система хранения. Да, Юрьевич, кстати, надо подумать. Удобно документы сортировать. Вот для чего нужно еще колесико, чтобы выдвигать. Поэтому у кого желание возникает купить линейку Мальм, имейте в виду, что это острые углы. Это не совсем прочный материал, он быстро облупается. Но, блин, какие дают гарантии два года? Гарантии адекватные. Ценник, ну, по сравнению с другими линейками, более-менее такой, средний сегмент. Садим? Поэтому пишите. У нас дома, а что у нас дома из Мальма? А ничего у нас нет из Мальма. Ни тумбочки, ни столика, ни комодика. Поэтому мы можем только по вашему дому и отзыву своих клиентов ориентироваться. Сами мы им не пользовались. В принципе, по-мальму все. А мы порысили дальше. Пишите.